Курс доллара превысил 80 рублей. Последний раз такое было в марте. С этой котировкой начался понедельник, день накануне выборов США. И такова реакция рынка на голосование, ставя там на победу Джо Байдена. Два конкурента с полюсными взглядами. Дональд Трамп строит стену с Мексикой, Джо Байден за упрощение миграционных правил. Первый осуждает агрессию Black Lives Matter, второй играет на искоренение внутреннего расизма. Республиканец Трамп пытается поладить с Россией, демократ Байден обещает увеличить давление на Кремль. В 2016-м барнаульцы видели в Трампе пророссийского правителя. В 2020-м нет интереса ни к выборам, ни к кандидатам. Мы оба одинаковые. Расходимся мы капитально. Там в основном народ-то уже они настроили, что против России. А вам кто больше симпатичен? Ну трудно сказать. Если честно, то никто. Вообще политика США в отношении нашей страны за эти четыре года меня расстроила. И если Трамп все на сегодняшний момент по большей части свел к экономическому противостоянию с Китаем, то у демократов как раз больше акцент сделан на именно реализацию региональных интересов, на присутствие, скажем так, в рамках каких-то геополитических проектов. И здесь у России будет больше, скажем так, глубок осложнений после прихода власти, конечно же, представителей демократов. Американцам о перспективе выбора рассуждать сложнее. По последним геополам максимальный разрыв между кандидатами – 12 голосов. И половина избирателей досрочно уже проголосовали. Но независимо от лидера, уверен политолог Константин Лукин, санкции продолжатся. А вот масштабных изменений пока не будет. А будет ли Трамп вмешиваться куда-нибудь в Саудовскую Аравию или зажимать Иран? А что будет делать администрация Байдена с Северной Кореей и Китая? Вот как это повлияет на экономику? Но пока сейчас таких решений, чего-то глобального не будет. Вот опять пандемия коронавируса больше урона экономике приносит и влияние на экономику, чем выборы в Соединенных Штатах. Кстати, скупать доллары сейчас не советуют. Курс сильно не изменится, как минимум, до начала следующего года. Тогда уже, так сказать, рынком будет на что реагировать. То есть будут сделаны заявления, будут назначены ключевые чиновники. И тогда, соответственно, мы уже сможем делать какие-то выводы относительно того, каким курсом будут эти Штаты и вообще, возможно, вся мировая экономика. Политические решения уже могут спровоцировать кризис посильнее 2008-го. По мнению экономиста, последствия выборов проявятся к лету 2021-го. Но что точно состоится, так это улица. Политологи уверены, кто бы не победил, протесты будут. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...